Добрый вечер, уважаемые собрания. Все уже устали, я не буду содержать особо внимания ваше, потому что у меня информативное сообщение. Когда мы получили в музее у себя приглашение принять участие в этой конференции, мы решили, а почему бы нам действительно не рассказать о той достаточно большой работе, которую проводит Пушкинский заповедник, вот как раз участвуя в процессе межкультурных славянских связей. Но прежде чем я начну, я хотела бы спросить, а многие ли из вас бывали в Пушкинском заповеднике? Знаете ли вы, что это за музей? Это не Пушкинские горы? Пушкинские горы. Я, к сожалению, не разу там не был, но не имел две возможности. Очень грустно. Приглашаю. Думаю, что никто не разочаруется, поэтому я вынуждена, прежде чем говорить о музее, о своем сообщении, немножко скажу о самом музее. У нас очень большое название. Он называется «Государственный, мемориальный, историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина Михайловская». Почему такое большое? Потому что объясняется все это очень просто. Каждое название – это вид деятельности, которым занимаются в музее. И, соответственно, когда мы планируем свою работу, мы вправе просить, поскольку мы федеральный музей, просить Министерство культуры финансировать эти работы, потому что они по прямому нашему назначению входят в устав нашего музея. Но мы не всегда произносим полное название. За нашим музеем давно существует название «Пушкинский заповедник». Просто-напросто. Очень легко запоминается, легко произносится. Ну и потом это такая традиция, традиция, которая идет, которая уже более полу века, потому что, в принципе, мы свою историю ведем с 1899 года, с того самого момента, когда государство выкупает у потомков Пушкина Михайловская с целью обустройства там музея поэта, а также увековечивания памяти Пушкина. Большие торжества проходят тогда в Святых Горах. В память об этих торжествах остается изба Читальня, организуется местный Пушкинский комитет, который возглавил сосед по Михайловскому барону Георгий Васильевич Розанов, и идут работы по обустройству самого музея. Музей, к сожалению, открылся только спустя много лет, в 911 году, в день рождения Пушкина, и при нем открыли колонию для престарелых литераторов и учителей с тем, что кто-то должен был давать консультации. Посетители в это время уже в Михайловском бывают, бывает их достаточно много. Это оказалось... Почему еще продано Михайловске? Потому что младший сын Григорий Александрович, живя там, Пушкина, живя там, вынужден был почти ежедневно кого-то встречать, кому-то что-то объяснять. Это было достаточно хлопотно, и они с супругой уезжают в ее имение Маркуча, это ныне город Вильнюс. Там музей Пушкин существует, к счастью, и по сегодняшнему дню. Ну, а сама Михайловская, в принципе, живет, принимает посетителей. Немногочисленная эта когорта жителей колонии, особенно активна была Варвара Тимофеевна Поченковская, секретаря Федора Михайловича Достоевского, она оставила хорошие воспоминания об этом периоде, но период-то слишком короткий. В 1918-й год исчезает музей Пушкина, от него ничего не остается. Как, впрочем, по Псковской губернии, а мы и сегодня Псковская область, из 200 практически дворянских поместьй остаются единицы, да и те в полуразрушенном, полуройном состоянии. Это буквально происходит за два месяца, февраль и март. То есть такой каток прокатился, после которого, казалось, уже эти места и не поднимутся. Но в 1922 году, 17 марта, решением Совнаркома Пушкинский заповедник объявляется как организация. Эти места должны, в них должны пройти работы по реставрации и восстановлению дома-музея, а также святые тогда горы получили свое новое название, переименованные в Пушкинские горы, как они и называются по сегодняшний день. Но опять-таки время достаточно такое неуравновешенное. Одно время там находится свиноводческий совхоз, потом пчеловодство, потом все-таки приближение 1937 года, когда отмечается 100-летие, сотня гибели Пушкина, музей появился. Но опять-таки вот уже, собственно говоря, и 1941. Ничего эвакуировать не удалось. И практически вот этот период, когда окончательно практически Михайловское, за исключением парка, оно обезображивается, коллекция музейная полностью погибает. Те небольшие, несколько мемориальных строений, которые были в Михайловском при жизни Пушкина, при жизни его сына, они тоже исчезают. То есть практически, когда легендарный наш директор Семен Степанович Гейченко, известный музейщик в Советском Союзе, первый получивший звание Герой социалистического труда, появляется там, он пришел в пустыню. В пустыню это был 1945 год, а к 1949 году он должен был принять уже посетителей. Отмечался в стране 150-летие со дня рождения Пушкина. Время достаточно тяжелое, время безденежье, ни материалов, ничего. Страна еще не оправилась от военной войны, но только усилиями людей. Действительно, в 1946 году домик няни поднимается, в 1949 году открывается дверь и дом музея Пушкина. И практически до 1951 года восстанавливается Михайловское. А полностью музей-заповедник был восстановлен только к 1977 году. В нем, у нас ведь территория музея это 10 тысяч гектаров. В нее входят три музейных усадьбы. Это Пушкинская и Михайловская. Это имение ганнибалов, предков Пушкина, Петровская. Это литературный прототип поместья Лариных из романа Евгения Онегина «Тригорская». Помимо этого у нас большой литературный этнографический комплекс Пушкинская деревня с водяной действующей мельницей. Ну и сюда, конечно же, еще входят парки, отреставрированные на сегодняшний день. Сюда входят четыре древние городища. Сюда же входят наши озера, пойма реки Сороть, жальники и еще многое-многое другое. То есть у нас достаточно большая территория, которая позволяет принять достаточно большое количество людей. В год Пушкинский заповедник посещают около 400 тысяч. И каждый из них находит для себя там много интересного. Это посещение ведь не только наших экспозиций музейных, но и прогулки по тем же паркам, по тем же окрестностям. Мы обладаем тем самым дорогим, то есть самой дорогой меморией, как Пушкинский ландшафт. Куда бы вы ни пошли, вольно и невольно, вы себя чувствуете рядом с Пушкиным, рядом с его словом. В свое время мы пытались провести такую анкету. Вот человек, который первый раз приходит в Михайловское, видит эти места. Вот он, кто какие строчки вспоминает, и вообще вспоминается ли Пушкин. Вспоминается практически... Здравствуйте. Просто недавно принимали у себя мысльсповедники. И практически все произносят одну и ту же фразу из Пушкинского стихотворения деревни. «Приветствую тебя, пустынный уголок! Придет спокойствие, трудов, вдохновение!» Некоторые признавали в том, что они не знают, откуда это у них появляется, как они это до сих пор помнят. Ну, а потом уже, конечно же, когда ты пройдешь с экскурсоводом или просто с Томиком Пушкиным в руках, где бы ты ни проходил, просто ли ты идешь лесной тропой, идешь ли ты вдоль озера, или выходишь за околицу села Михаиловского, пришел ли ты в Тригорске к Осипу Умвольф, всюду тебе так или иначе, просто воочию перед тобой встают живые образы пушкинских произведений. Я уже не говорю о том, что это действительно невозможно не чувствовать. Люди это чувствуют, они откликаются, то есть они там находятся в непосредственном живом общении с творчеством самого Пушкина. Причем, если ты говоришь, вот холм лесистый, и ты уже ведь понимаешь, там, далее, над которыми я часто сижу, глядя на озеро, вспоминая с грустенной берега иные волны, это же пушкинское настроение, тут и биография его вспоминается, почему вдруг эти строки у него возникли. Вот. И этот шум лесов, это же у него, собственно говоря, его образы, они эти сегодня существуют, они никуда не ушли, вот эта музыка Михаиловского, и волги напев живой, там, шепот речки тихостроенной, или те же самые подвижные картины, как называет Пушкин этот пейзаж, потому что действительно с каждым временем года он приобретает свою окраску и, ну, вообще-то, и так и воспринимается совершенно по-иному. Ну, а это вот вкратце, что я вам хотела бы напомнить о том, что такое Пушкинский заповедник. Вот. Кстати, в прошлом году, в 2017 году, мы презентовали его на славянском форуме «Живо», это премия «Живо», которая существует, вот, и у нас были эксперты, знакомились с нашей работой, знакомились с музеем заповедника, и когда в сентябре месяце подводили итоги, то специально для нашего музея была, нам был вручен специальный приз, его не было до этого, он назывался «За честь и достоинство». Ну, а теперь я перейду вот как раз к тому, что, какую честь мы принимаем в межкультурных славянских связях. 20-й век, он достаточно скромный у нас, потому что, несмотря на то, что посещение музея-заповедника было, наверное, одним из самых больших по количеству, вот, среди подобных музеев в стране, но иностранцев было не так уж и много, мы встречали наших гостей в дни Пушкинского праздника поэзии, который проходит с 1967 года, и, естественно, в этот день у нас приезжают писательские делегации, приезжали, вернее, в то время, и в каждую писательскую делегацию включались поэты, писатели, переводчики, как европейских стран, так и, прежде всего, конечно, славяне. У нас, то есть, это и болгары, и чехи, и почти в каждой делегации они присутствовали, они читали стихи Пушкина в своих переводах, они читали и на своих родных языках, либо проза иногда была, там отрывки прозы, либо это были стихотворения, и вот тогда как-то ощущалось вообще вот это вот многообразие, когда мы чувствовались, мы как бы нужны друг другу, вот, а потом наступило лихолетие после распада Советского Союза, и музей оказался в очень тяжелом положении, и нас очень выручила государственная программа по подготовке празднования в 200-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, которая дала нам возможность провести колоссальные работы по реставрации, по восстановлению тех памятников, которые предполагалось бы восстановить, вот, и с этого момента практически музей-заповедник включает в свою деятельность и международную работу, когда он сам выходит на эту арену. В течение последних десяти лет нашими адресами остаются, ну, я уже теперь назову не только славянские страны, наши, а это Швеция, это Германия, Италия, Испания, Чехия, в Болгарии, нет, в Болгарии мы еще не работали, Словения, Белоруссия, была Украина. К сожалению, с теми событиями, что мы переживаем в последние годы, мы очень сожалеем об этом, потому что у нас 30 лет существовали связи с Ивано-Франковским университетом, с филологическим факультетом, когда студенты приезжали к нам на практику русисты, они не только проходили практику музейную, но они еще и были доброхотами, это те, кого сегодня называют волонтеры, но в свое время Семен Степанович Геченко назвал наших помощников доброхотами, взяв это определение у Владимира Ивановича Даля. Мы по-прежнему их так и называем. И, конечно же, теперь уже не существует во Львове Пушкинского центра, с которым мы были очень дружны и связаны достаточно долго. Так что с Украиной у нас теперь такие, можно сказать, подпольные отношения с музеем Пушкина. И тому есть объективные причины. Белоруссия к нам очень близка. Да, вот с ними у нас наибольшие, то есть больше всего отношений. Но прежде чем я к ним подойду, я хочу сказать, вот говоря о том, что поднимая престиж своей страны и стараясь как можно больше привлечь людей к русскому языку, обратить их внимание на русский язык, мы стараемся не отказываться ни от каких связей. Вот я говорю, мы с Испанией связаны. Да, мы связаны с Испанией. У нас там школа имени Пушкина есть в Мадриде и есть школа имени Льва Николаевича Толстого. Обе школы существуют, собственно говоря, за счёт усилий наших русских преподавателей русского языка и литературы, которые уехали туда, вышли туда замуж. И вот они, особенно в школу, скажем, мы просто перед ними преклоняемся, Льва Николаевича Толстого, они арендуют помещение одной из мадридских школ, и в течение двух дней, субботы и воскресенья, когда туда при родителе, бабушке, дедушке и не только русские, но и сами испанцы приводят детей, начиная вот от трёх лет маленьких, они приходят с рюкзачками, со всеми бутербродами и прочее, с ними играют русские какие-то игры подвижные, они слушают русские сказки, более взрослые ребята читают произведения русских классиков и пишут диктанты, участвуют в конкурсах русского языка. То есть это такая колоссальная работа, что ты поражаешься как могут немногочисленное количество человек. Вот то, что зависит от самого человека, влюбить в свою работу, в то, что ты говоришь, в то, что ты преподносишь, в язык вот этих маленьких детей, их родителей, их бабушек и дедушек, я считаю, что это просто человеческий подвиг. Опять-таки же, что касается сейчас Италии, например, вот только что у нас в ноябре месяце, поскольку мы опять-таки в Федеральном музее, мы участвуем в программах, которые разрабатывает наше министерство, в этом году были русские сезоны в Италии. У нас был Пармский университет, опять-таки филологический факультет, студенты, изучающие русский язык, кафедра русского языка, где мы в течение трёх дней проводили свои мероприятия. Их было достаточно много, это было в общей сложности восемь, а входили туда уроки исторического письма. Такое у нас существует в музее, мы с ним ездим, когда мы рассказываем об истории письма, мы рассказываем о том, какие были письменные принадлежности, привозим с собой чернила, привозим с собой гусиные перья, остальные перья привозим с собой, и предлагаем написать любой текст, но желательно, если это русисты, то это чтобы было какое-то стихотворение на русском языке, или перевод Пушкина с розу, то есть итальянский перевод Пушкина. Таких уроков у нас было проведено четыре, ну а в качестве показа нашей культуры, именно своей русской народной культуры, мы привезли с собой и представляли там, у нас было фактёрное представление, фрагмент псковской свадьбы, записанный Александром Сергеевичем Пушкиным в 20-х годах 19-го столетия. Нас достаточно пугало то, что поймут ли нас даже при синхронном переводе, но, к счастью, нас действительно поняли, на этом представлении были не только студенты, народу в библиотеку филологического фунтета набралось много, и оказались и пенсионеры, какое-то пенсионное общество пришло, и потом нам было не расстаться, потому что они рассказывали, как у них это проходит, как они тоже там и приданные готовят, и учатся этому, и какие обряды и прочее, то есть людям это интересно, они откликаются, они готовы с нами сотрудничать и идти нам навстречу. Потом для них специально мы подготовили такую музыкально-литературную программу, которая называлась «Пушкин и Италия». тут просто материал огромный. И это было не только исполнение нашими сотрудниками романсов, чтение стихов, но те же самые студенты, они читали переводы Пушкина на итальянском языке. То есть программа действительно сама по себе была очень большая. Ну, а что касается славянских наших связей здесь, в Чехии у нас это Брно и Прага. Нашими площадками в данном случае выступает Российский Центр науки и культуры. Это школы, это, значит, православные общины, которые там существуют. Туда приходят не только дети, там в школе, скажем, она при посольстве нашем существует, в ней учатся не только дети наших сотрудников посольства, там учатся достаточно много детей наших соотечественников, а также и чешские дети. Вот такой достаточно интересный конгломерат, который и с ними работает, и очень интересно. Ну, туристические выставки, в которых мы принимаем участие, где мы презентуем тоже музеи, презентации проводим музея-заповедника, я и сегодня с собой привезла, в общем-то, на флешке презентацию, полагаю, что мой рассказ будет подкрепляться иллюстративным рядом, но, к сожалению, этого не получилось. Ну, там уже, да, ночная смена не стоит. Кстати, надо сказать, что вот, когда я говорю о том, что первые, то есть, кого мы встречали в 20-м веке, ну, практически до распада Советского Союза, поскольку праздник этот курировался и наш Пушкинский праздник и Министерством культуры, и Союзом писателей, поэты и писатели, словисты, они были, конечно же, не самыми первыми, а самые первые, надо об этом, наверное, вспомнить здесь, кто заложил эту традицию, прийти к Пушкину и поклониться ему, от имени, как бы, даже писателя, это был, в общем-то, духовный лидер Черногории, Пётр Петрович Негош, 1837 год, буквально через несколько, там, полтора месяца после того, как похоронили, Пушкин был погребён в Святогорском монастыре. И вот сейчас, когда мы сами имеем возможность выезжать, вывозить свои коллекции, как, скажем, в этом же году в Музее Белоруссии, в Национальном художественном музее в Минске была открыта выставка из собрания нашего музея, одного из ведущих графиков советского периода, Василия Михайловича Звонцова, очень большого друга Пушкинского заповедника, одного из авторов написания учебника по Афорту. Вот эту выставку в Минске посетило около 13 тысяч человек. То есть им это действительно интересно, у нас с нами существуют планы уже на будущий год. Но более тесная связь это, конечно же, литературные музеи. Мы бываем в музее Якуба Колоса, Янки Купалы, Максима Богдановича. Они приезжают к нам. Формы, в которых выливается наше участие, это и лекции, и просветительные программы. И здесь и на мастер-классы по народному творчеству, и наши выставки, и детские игры, тот же урок письма. И к тому же еще это все всегда проходит так, не то что незаметно. Когда мы выступаем, приезжаем к ним, обязательно присутствуют средства массовой информации, телевидение, дается нашими сотрудниками интервью, и мы постоянно чувствуем к себе интерес. Помимо Минска, у нас еще Полоцк, у нас Витебск. Нам легко работать с Белоруссией, потому что мы рядом. Ну как рядом? 400 километров до Минска от нас, 400 километров от нас до Петербурга, 700 до Москвы. И между Россией и Республикой Беларусь не существует вот этих границ, когда ты все, что ты везешь, должен задекларировать, должен заплатить, должен представить экспертизу, везешь ли ты мемории, или еще что бы то ни было. Это значительно проще и легче. И им к нам проще приезжать, а мы всегда их готовы принимать. И у нас были и дни Музея Колоса, и дни Янки Купала. На будущий год мы едем в Новогодок, там Адам Мицкевич, тоже близкий знакомый, Пушкину. Пусть они и разошлись, пути их разошлись в творчестве, но Мицкевич, это тоже вообще славянское достояние, так как и Пушкин переведен на многие славянские языки, на все славянские языки. Поэтому, стараясь прежде всего этим быть полезным, мы думаем, что, наверное, вносим свою тоже лепту в подъем авторитета нашей страны. В принципе, чтобы не задерживать ваше внимание особо, если есть вопросы. Я просто забавлю, еще не могу найти фотографию. Я работала в Корее четыре года, ехала вот недавно. Я вам хочу сказать, что там любят Пушкина, везде цитируют, ежегодно проводят конкурсы русского языка, и называют как-то вот пушкинскими цитатами. Буквально вчера что-то у них какое-то мероприятие, что прошло, то будет, было мило, вот такого типа. И они, вот, например, в университете, где я работала, это университет иностранных языков в Сеуле, у них бывают ежегодно в мае конкурсы русского языка. И очень хорошие награды. И они сотрудничают с Институтом Пушкина, и поэтому получают бесплатные гранты в Институт Пушкина. Это я к тому, что надо вот эти награды привязать еще к вашему заповеднику, чтобы они туда, понимаете, имели возможность поехать. Вот, я не знаю, Институт Пушкина с вами сотрудничали. Мы сотрудничаем с Институтом Пушкина, открываем там постоянно выставки свои, вот, ждем их к себе уже не первый год. Скорее всего, мы дождемся на будущий год студентов немецких, нежели наших русских. Ну вот корейцы, они туда ездят, несколько человек, когда выигрывают этот конкурс. Да, они там один-два часа приезжают, учатся. Они учатся там. И у нас тоже МГИМО учатся. Вот, и много. Вообще, вот, когда я говорила об этой школе Льва Толстого в Мадриде, я однажды была там несколько, два года, нет, три года тому назад на подведении конкурса, посвященную Пушкину, и меня поразила география, откуда приехали. Приехали из Ливана, из Китая, то есть свет, прямо скажем, достаточно неблизкий. И очень жалею, что не записала фамилию нашей русской соотечественницы. Она живет в Чехии, в каком-то маленьком городишке, где, долго думая, чем заниматься, она открыла курсы русского языка. Проще было работать с людьми среднего поколения, потому что они еще помнят что-то со школьных лет, когда они изучали русский язык. И надо сказать, что на туристических выставках, когда мы бываем в Тихии, это особенно ощущается, к нам подходят люди уже преклонного возраста и с благодарностью вспоминают Советский Союз. Они пытаются говорить русский язык, иногда поражаешься просто, хотя мы все время помним о том, что произошло. И памятники есть в Чехословакии, в Праге в той же самой можно встретить и сегодня наследие того, что было. И как раз понимаешь, когда ты видишь вот эту вот географию со всего белого света, когда я открываю музейный сайт и смотрю метрику в Яндексе статистические данные и я вижу, что к нему постоянно обращаются практически со всего мира. Это не просто человек зашел, кликнул, случайно попал на этот сайт и ушел, там же время поставляется его пребывание на сайте. И ты понимаешь, что если вошел один человек и он находится на сайте практически 20 минут, то это он, стало быть, смотрел этот сайт. какой-то прагматический вопрос. Вы несколько раз сказали, что вы федеральный музей, да? Да, мы федеральные. Это означает, что вы не входите в политику правительства города Москвы и каждое третье воскресенье так. Но все-таки какая ваша политика так называемых открытых дверей? Когда у вас бесплатно? У нас бесплатно? Вы знаете, сегодня таких дней у нас практически не бывает сегодня уже. Потому что мы все обязаны зарабатывать. Неважно какими способами мы все должны зарабатывать. Если мы не выполним задание, то за этим последствиями. Получается так, что и все федеральные, даже Кремль имеет два раза в год, когда бесплатно. У Кремля другие возможности. Федеральные музеи тоже возможности не у всех одинаковые. Мы по-разному финансируемся. Но я должна сказать, что у нас в музее-заповеднике существует... Ну, есть льготные, конечно, категории при посещении, но мы принимаем где-то около практически 50 тысяч в год, а то и больше бесплатно. Это дети. Это дети. Это когда малоимущие нам пишут, просят. Это люди с ограниченными возможностями. Если мы в этом году не выполним свое госзадание по бюджету, только за счет того, что у нас в этом году больше 100 тысяч прошло бесплатно. А не бесплатно сколько? Не бесплатно 250 в один музей билет. все-таки так. 2,5 раза больше. Человек. А, Но в этом году у нас 395 тысяч в общей сложности. Вот отнимите от них 100. 250 рублей это билет. А, билет. Это билет в музей. То есть у вас день смерти и рождения тоже не бесплатно? Нет, 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 нет. К сожалению. К сожалению. Спасибо. Спасибо. А вас на брате главное? Да, вот вся проблема в том, что для нас сложно очень, ну даже как бы не сложно. Есть экскурсионные фирмы, мы, у нас их более 100, которые с нами работают, фирмы Москвы, Петербурга, других городов. Вот, кто-то едет на своем транспорте, а так город Псков, от Пскова автобус в 2 часа и у нас. Спасибо. Спасибо. У меня были комментарии в вашем выступлении. Я хотела бы подписаться под каждым вашим словом, когда мы описывали в музей и в садьбе, в эти пропинки, красивые ночи, озера. Я помню свое школьное выступление 20 лет назад, наверное, уже было, когда мы с классом, к вам специально приехали, чтобы пустить пушкинский заповедник. И я хочу сказать, что вот этот опыт посещения подростками и студентами, это очень хороший вообще жизненный вклад для каждого человека, потому что когда изучаешь творчество Пушкина, его окружение, его семьи, и когда ты видишь, где это все было написано, ощущаешь, у меня ощущения через 20 лет те же самые картинки, которые были при посещении заповедника. То есть сколько лет, но я вспоминаю эту тропинку, а было это зимой как раз, эту заснеженную степку, этот домик няни Арины Родионовны, и вот все те же чувства, которые были у меня в 15 лет, в 14 лет, когда я училась в 9 классе, то есть какое-то богатство, которое передавал нам Пушкин через поэзию, богатство природы, которое хранится в тех землях, оно действительно осталось частичкой души, частичкой меня. Поэтому, мне кажется, очень полезно набираться подрастающему поколению путем насыщения таких музеев на замечательных мест молодому поколению и есть что показать иностранным гостям, писателям, поэтам, которые также приезжают в Россию. Спасибо огромное. Под каждым вашим словом могу подписаться, потому что картины остались наверное в сюжете. Мы это называем пушкинская привиска. Да, у нас это так зовется. А потом, вы знаете, мы за то, чтобы дети ездили из своей практики музейной могу сказать, что ежегодно в, так сказать, десант музея, пусть это не за границей, но по тем условиям жизни, которые существуют, объезжают в течение зимы практически в сервере Псковской области, чтобы посетить как можно больше школ и рассказать о Пушкинском заповеднике. Потому что сегодня далеко чисто в финансовом плане, даже там находясь поблизости, люди не могут себе позволить приехать в Пушкинский город. И особо дорого для нас вот эти доброходы. Доброходы это же дети, с которыми приезжают взрослые учителя, родители. Они когда работают у нас, то есть они же не только работают, это уже теперь и научные конференции, которые они устраивают, и свои фотовыставки, и экскурсии они пытаются водить. И научные работы, изысканиями занимаются, вот археологический, скажем, отряд из Санкт-Петербурга. Они чистят у нас дно сорок в тех местах, где устроены пляжи ребята. Это огромная работа. И уже приезжают некоторые не в первом поколении. Они особо совершенно воспринимают это место после того, как приложат собственную силу к его благоустройству. Детей в этом году у нас будет значительно меньше, чем обычно приезжают. Опять-таки же это наша с вами жизнь, потому что те законы, которые приняты сегодня по перевозке детей, они совершенно друг с другом не будут ни как. Преподаватели и директора школы категорически отказываются заниматься этой работой. И мне кажется, это естественно компания. Да. Разрешите еще маленький-маленький комментарий. Замечательное ваше выступление вспомнилось. Несколько лет назад я была на беседе с очень известным переводчиком на французский язык Пушкина Андрея Маркович, который перевел Евгения Онегина. Основные фактически произведения. И это была такая конференция для широкой публики. И вот он говорил, понимаете, отношение к Пушкину это ключ к пониманию, что такое вообще русский человек, русская культура. Потому что, опять же, анекдотически, вы можете себе представить, говорил он, что мы скажем, ну кто виноват? Мольер. Ну кто отвечать будет? Рассин. А мы совершенно спокойно говорим, кто отвечать будет? Пушкин. То есть у нас настолько это присутствие в нашем сознании это константа. И не понимать этого, это что-то потерять, воспринимая русский язык, воспринимая нас как иностранцев. Поэтому, конечно, то, что вы делаете, приезжая и в другие страны, не только в России, это огромное удовольствие. У каждой страны есть свой герой. Конечно. Завершу анекдотическое совершенно событие в нашей жизни. Мы в прошлом году, в день рождения Пушкина, проводили, в этот день, проводили большие мероприятия в российском церкви в Вене. Ну и к памятнику Пушкина 6 числа с возложением цветов, с детьми, с чтением стихов и прочее. А он стоит практически уже на окраине города, этот памятник, рядом с термой, парки там и прочее. И через дорогу там метро прокладывают, рабочие работают. Мы решили спросить, а знают ли они, кому этот поэтик? Они говорят, да, знают, Моцарту. В Вене же везде Моцарт. Моцарт. Свой национальный герой. У нас Пушкин. Победал, что он в прежде в жизни был Моцартом. Так что все совпало. Ну, кем-то и он не был. Все совпало. Если вы зайдете в YouTube или еще куда-то и посмотрите, что о нем снимается, он даже стал думать. Это в лице Белик помнил, как он был адекватом Суворова и рассказывал, а Пушкин помнил, что он был Моцартом. Да. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...